К нам присоединяется Валерий Яковенко, руководитель группы компании Drone.ua, эксперт в сфере беспилотных технологий и робототехники. Добрый вечер, рады вас видеть. Приветствуем. Приветствую. Валерий, я вот как раз в продолжение. Вы знаете, я попыталась найти реакцию на вот это заявление президента Украины Владимира Зеленского. Я пока не нашла, скажем так, словесной реакции со стороны представителей Кремля, но это такая история, другая совсем. Но посмотрела, что что-то происходит в самом вот все-таки Севастополе. А что происходит? В Крыму заметили водные заграждения на фоне объявления Украины о создании первого в мире флота морских дронов. Я напомню, это то заявление, о котором мы уже говорили, и которое прозвучало из уст президента Украины Владимира Зеленского. Сделано это заявление на Международном форуме оборонных индустрий. После этого в районе Севастопольской бухты временно оккупирован полуострова заметили какое-то заграждение. Об этом пишет мониторинговая группа «Крымский ветер» в Севастопольской бухте напротив памятника затопленным кораблям устанавливает какое-то заграждение. В этой мониторинговой группе намекнули, что Российская Федерация забеспокоилась из-за заявления Зеленского. И даже там определенные кадры, фотографии и так далее показали, что происходит. Я напомню, добавлю, что в мире существует 134 типа морских дронов, и здесь уже мир отмечает все-таки особенности украинского оружия в данном контексте. Но вот давайте, Валерий, мы об этом и поговорим. Понятно, что это процесс развивающийся. Мы не можем сейчас говорить, что все, этот процесс остановлен, Украина создала там огромное количество как раз морских дронов, и все. Нет, этот процесс, он идет, он развивается, он там интенсифицируется и так далее. Но все же, вот то, о чем говорит сейчас мониторинговая группа «Крымский ветер». Как вот простой вопрос, Севастополь, я имею в виду оккупационной власти, действительно уже серьезно, исходя из тех результатов, которым привели использование морских дронов со стороны Украины, там, и уничтожение суден и так далее, действительно уже боятся все-таки тех морских дронов, даже не зная определенное количество, уже боятся оккупационной власти в Крыму? Речь не только о оккупационных властях в Крыму, речь о террористических организациях, представителей террористов и на территории всей акватории Черного моря. Вся акватория Черного моря на текущий момент контролируется украинским роботизированным флотом. Это не константа, это не достигнутый параметр, который необходимо просто констатировать. Это постоянный процесс усовершенствования, и Украина не стоит на месте, она постоянно вносит те или иные новшества для того, чтобы усиливать свои позиции, при этом сохраняя безопасность украинских военных. Украина показывает всему миру, каким образом можно защищать собственные акватории, не обладая огромным флотом в противовес нашим оппонентам, представителям террористических организаций. Поэтому здесь мы можем четко говорить о том, что Украина продемонстрировала уже достигнутые определенные наработки, и дальше продолжают усиливать свои позиции. И, естественно, панические настроения на территории болот вызываются, они возникают, они продолжают существовать. И вы можете сами увидеть, что интенсивность работы Черноморского флота, она максимально снижается, и количество кораблей, боеспособных кораблей на территории Черного моря, оно уменьшается. Как благодаря действия робототехники в украинской территории, так и в международных водах. Скажите, Валерий, вот президент, к которому обращалась и моя коллега Лейва, он сказал о том, что вот такая идея о создании вот этого первого в мире флота морских дронов, он красиво, конечно, сказал, отметил, что вот такая идея в целом, далее зацитирую главу украинского государства, лишает смысла российские военные корабли. Ну как, вот реально к этому идет? Потому что, ну, я понимаю, что в этом плане есть даже не бравада, но определенный посыл, который, знаете, делают украинские высшие чины, высшие руководства, и в том числе военные, которые неоднократно говорили о том, что, в принципе, Черноморский флот Российской Федерации, у него есть только два варианта, да, с учетом того, что происходит. Или вы убираетесь в Освояси, куда-то там, я не знаю, там, в Новороссийск какой-то, да, или просто вас ждет уничтожение. Да, насколько вот вы согласны вот с такой вилкой, да, для Черноморского флота РФ? Когда мы видим перед собой противостояние небольших роботизированных суден, маневренных, дешевых, массовых производств, которые можно смасштабировать просто до небес, и мы видим перед собой огромный невозобновляемый флот больших суден, которые нужно производить и негде, вывод напрашивается сам собой. Это просто вопрос времени, когда плот, когда этот флот действительно найдет свое место на дне украинского Черного моря. Поэтому я абсолютно согласен с логикой того, что эволюционно время уже прошло, и современная робототехника в состоянии выдавить устаревшие технологии с нашей акватории. В качестве примера хочу привести, ну, фактически, небольшие устройства составляют огромную опасность для того флота, который остался у Черноморского флота, и де-факто мы видим, что они стараются спрятать свои корабли, чтобы их не поразили украинские роботизированные суда. А скажите, Валерий, смотрите, вот мы видели работу, ну, говорим о том, о чем можем говорить, потому что до этого мы видели и видео, и так далее. Я думаю, что, скорее всего, анализировали эту историю и со стороны наших врагов, да, когда CNN брали комментарии у главы Службы безопасности Украины, да, Василия Малюка, соответственно, и там была показана вот эта работа, да, вот этого «Си Бэйби», так они назвали, и там вот этот «Дэвайс» выполнял определенные задачи, и, как мы понимаем, по даже тому видео он все-таки вот его делает, да, вот уделывает ту опору, тот мост и так дальше. Вот я хотел бы у вас спросить, вот эта история, это же не только про флот, да, как мы понимаем, это реальная история про цели, которые для Украины являются законными, любая инфраструктура, где бы она ни располагалась, да, порты, где-то какие-то судоремонтные вещи, тот же Крымский мост, или Керченский, как-то его не называй, все равно он является нормальной целью для вот этих морских малышей. Украинские цели находятся на территории, оккупированной территории Украины. Если иначе не говорит наше представительство, ну, наше правительство, служба безопасности Украины или администрация президента. Все технологии, которые разрабатываются, все технологии, которые производятся в Украине, они предназначены для одного, для защиты нашей страны, и в том числе для освобождения украинского Крыма. Поэтому, если какие-то инфраструктурные объекты, если какие-то объекты военной инфраструктуры находятся на этих территориях, это однозначно законные украинские цели. Другие моменты, другие атаки, другие бавовны, которые могут случаться на территории болот, это уже контекст, который необходимо очень аккуратно соблюдать, слушая в первую очередь информацию от наших официальных лиц. Но вы действительно правы. Зона действия робототехники, которую создает Украина, исчисляется тысячами километров. Вот знаете, вот хотел бы как раз с вами эту историю, и не то чтобы развить, но все же, да, вы человек, который непосредственно задействован во множестве историй, да, не все могут быть где-то, знаете, быть преданы публичности, да, но в целом, Валерий, вот как-то мы с вами, по-моему, однажды говорили, и вот я как раз у вас спросил о вот этих расстояниях, да, получается, что тысяча, это вот не то чтобы минимум, но это, знаете, это как вот, когда в России падает рубль, там есть такая психологическая отметка соточка, да, вот будет соточка, будет 110, скорее всего 130-150, мы еще увидим, как они будут разгребать эти проблемы, которые сейчас Путин им создал, да, и в социальной сфере, и в экономике, да, но вот эта отметка тысячу километров, она уже не то чтобы там недостижимая, вот мы уже об этом говорим, как и поделим, ну, в порядке вещей, да? Абсолютно верно, это тот показатель, на который украинские разработчики давно вышли, и по заявлениям наших официальных лиц, не только в воздухе, но даже на воде. Считается, что даже если они где-то перетянут тот Черноморский флот в Новороссийск, то и там они не будут себя чувствовать, мягко говоря, уютной или же в безопасности. Я считаю, что Украина с помощью нового роботизированного флота, который она производит и создает с нуля, в состоянии и уже де-факто контролирует всю акваторию Черного моря. А если говорим мы о контроле определенном, даже, знаете, вот тех объектов, которые наблюдаются на довольно-таки больших расстояниях, и не только там в близлежащих областях Российской Федерации, которая граничит с нашим государством, будь то Брянская, Курская, где мы видим там разные аэродромы, Энгельси и так далее, я уже просто вот сейчас сразу не вспомню, но меня интересует один нюанс. Скажите, Валерий, есть такой объект, законная цель для украинской армии, для нашего государства, как, знаете, когда вот ты ложишься спать и смотришь, кто что где взлетает, да, вот я когда смотрю, что там с оленьи что-то вылетает, ты понимаешь, что вот эти Миги, да, они вот будут лететь час-два-три, возможно, баллистика и так далее, и так далее, но я посмотрел там до этой олени, там, я не знаю, по разным там сколько, я уже не помню, но порядок тысячи, там, полторы-две, да, вот туда, далеко куда-то от Москвы, да, получается, у нас на северо-запад. Вот, вот, а мы можем вот, вот, чтобы вот там люди, которые садятся там в самолеты, понимали, что лучше этого не делать, потому что и там, может, не морские малыши, может, воздушные малыши смогут достать, если не тысяча, то полторы-две-две с половиной, Валерий. Вы знаете, прелести роботизированного флота, воздушного или морского, заключается в том, что запускать их необходимо не только с, невозможно, не только с территории Украины. Речь о том, что украинское оборудование, да, оно находится на территории Украины, да, оно прекрасно защищает всю территорию вокруг нас, но если мы вспомним одно из интервью главы нашего ГУРа, там звучала фраза о том, что определенные объекты могут вызывать бавовну у себя из-за взлетов дронов на территории болот. И здесь можно говорить о том, что небольшие роботизированные платформы суда, они могут создавать угрозы для флота РФИ не только на территории Черного моря, но в том числе и в других акваториях. Речь идет о том, что не те объекты, которые находятся где-то в глубинке РФИ, они не находятся в безопасности. Дело в том, что бавовна может возникнуть и там. Все это будет зависеть от желаний украинской разведки, представителей украинских военных, от администрации президента, от политических веяний и воли. Украина уже стала тем государством, которое не просто сотрудничает с западными партнерами с точки зрения поставки оборудования для защиты демократии. Украина – это та страна, которая производит это оборудование и производит мощь и силу такую, и причем это делается и непосредственно инновационными инструментами, которая в состоянии загнать в угол и заставить бояться любого представителя на территории болот. Поэтому безопасных мест нет. Будь это европейская часть болот, либо это Дальний Восток, если это Черное море, либо это какая-либо другая акватория, прелести роботизированных флотов и искусственных интеллектов, и инновационных технологий, все то, вокруг чего создает Украина свои технологические новшества, как раз в том, чтобы снизить до минимума риски для украинских военных и максимально эффективно использовать те технологии цивилизации, к которым мы имеем непосредственный доступ. А большинство из этих технологий мы даже уже и создаем как лидер в мире. Да, это правда, это истина. И вот хотелось бы еще продолжение. Украина в будущем сможет совершать больше атак на российские корабли, об этом заявляет вице-премьер-министр Украины, министр цифровой трансформации Михаил Федоров. По его словам, в этом году производство именно украинских дронов выросло более чем в сто раз по сравнению с прошлым. Сейчас Украина продолжает тестировать системы искусственного интеллекта, которые смогут обнаруживать цели на расстоянии нескольких километров, насправлять к ним беспилотники, даже если внешняя связь будет нарушена средствами радиоэлектронной борьбы противника. Пока что все на этапе тестирования, но некоторые из приобретаемых нами дронов уже используют искусственный интеллект для распознавания целей. В лесу он может обнаружить цель и распознать, человек это или танк, или определенная машина. Эти технологии активно используются. Интересно, просто так Михаил говорит. — Человек или танк, мне понравилось. — Да, на телевидении. — Не, ну как бы на поверхности улыбка, но мы понимаем, что это все вкладывается в определенные технологии, которые предоставляют тот анализ, вот картинки сразу же фиксируют вот эту цель. Лейла, прошу. — Поэтому вот то, что они там рисуют, вот сегодня мы давали информацию. — Два самолетика, Ту-95. — Да, Warzone информацию дали. Там рисуют якобы для обмана и так далее. Я имею в виду, россияне рисуют. Но на самом деле, судя по всему, технологией как раз работает Украина в том направлении, что тут будет очень быстро можно понять, где обман, где где-то нарисовали там на аэродроме, саваслейки и так далее. Ну, хороший, кстати, аэродром. Кто не видел, пожалуйста, посмотрите саваслейку, как она выглядит. Хорошая в смысле сейчас абсолютно обратно, я имела в виду. Планы амбициозные, планы серьезные, планы конструктивные. И понятно, что они базируются действительно на тех возможностях, которые сегодня имеет Украина. И, кстати, тут стоит отметить, именно Украина имеет благодаря Украине. Тут вот так коротко, возможно, кому-то такая тезис не совсем понятный, но он понятен и нашим партнерам. Потому что Пентагон уже несколько раз давал оценку тому, как Украина сейчас производит дроны. И как раз если мы говорим о создании дронов и в контексте морского флота и так далее, что очень важно. Вот, Валерий, ну вот действительно амбициозные планы. Ну, скажем так, военные действия Российской Федерации каким-то образом эти процессы все-таки тормозят? Либо же здесь это все-таки направление развивается независимо от того, как действует на сегодняшний день наш противник на фронте? Все развивается, все движется вперед. Никто не в состоянии замедлить развитие технологий и развитие возможностей для производства новых технологий на территорию Украины. Нам нужно больше партнеров, и нам необходимо больше инвестиций в сферу высоких технологий, в сферу безопасности. И нам необходимо привлекать сюда западные компании, чтобы они открывали свое представительство, офисы начинали производить оборудование на территорию Украины, и это, в принципе, уже происходит. Украина формируется как определенная такой строительная площадка инновационных технологий безопасности будущего, где есть инженеры, где есть доступ к ресурсам, где есть понимание и очень быстрая обратная связь от представителей правительства и государства. И здесь действия болот, они стараются что-то заметить, они стараются в дипломатических направлениях каким-то образом навредить Украине, они стараются использовать какие-то элементы давления на наших партнеров для того, чтобы те каким-то образом снижали активность своей работы, но этого не происходит, потому что весь мир хочет помогать Украине, а Украина даже на опережение идет. Мы не ждем, когда нам согласуют какие-то инновационные технологические решения для передачи, мы создаем их собственными. Более того, тот путь, который прошла Украина за последние полтора года и последние 10 лет войны, на самом деле цивилизованные страны проходили намного дольше. И те технологии, которые сейчас появляются в ангарах, на фабриках украинских предприятий, они создают конкуренцию на международной арене. Просто, к сожалению, да, у нас есть определенные цинкноты по времени, но я думаю, что мы с вами еще продолжим. Наше время в этой части нашего эфира заканчивается. Да, наше время, да, новости у нас, но должны прививаться. К сожалению, с вами всегда рады беседовать и рады проводить такой анализ. Валерий Аковенко, руководитель группы компании «Дрон.Е», эксперт в сфере беспилотных технологий и робототехники. Оперативные новости, эксклюзивные видео с линии фронта. Глубокие аналитические обзоры и только самые авторитетные спикеры. Подписывайтесь на YouTube-канал Freedom, чтобы не пропускать главного.